Добрый день, коллеги! Вот-вот свершится наша пресс-конференция «Частные музеи России», но сегодня очень много гостей, очень много интересного, презентаций приготовили наши уважаемые гости, видеоролики, поэтому ждите все самое такое интересное, познавательное, готовьте ваши вопросы, а сейчас я вас познакомлю с нашими гостями. Октябрьский Дмитрий Юрьевич, директор музея «Моторы Октября», город Москва, Синицыная Елена Валерьевна, исполнительный директор музея «Московских стрельцов» «Стрелецкие палаты», Коннов Владислав Александрович, директор департамента музеев Министерства культуры РФ, Шабуров Алексей Юрьевич, директор Ассоциации частных музеев России, директор Современного музея каллиграфии, президент Конгрессно-выставочного центра «Сокольники», Лапшин Андрей Витальевич, директор парка «Сокольники», Кутукова Елена Сергеевна, вице-губернатор Архангельской области, Алексей Вячеславович Самкин, он у нас в зале находится в музее народной игрушки «Забабушка», И у нас произошла небольшая замена, у нас не присутствует Горянов Антон Валентинович, вместо него будет Константин Петров, это блогер, который проехал 36 стран на автомобиле, который тоже расскажет нам о том, что же интересного в эти выходные будет у нас в Москве. Я напомню, что эта выставка, этот проект уникальный, впервые под одной крышей будет собрано 100 частных музеев России, и вот первым я дам слово Шабурову Алексею Юрьевичу, он сейчас расскажет в общем, что это за проект и что ждет москвичей, гостей столицы в эти выходные. Спасибо большое, всем добрый день. Очень коротко, в Сокольниках 7-8 выставка частных музеев России, самородки России, уникальность проекта в том, что свыше 100 частных музеев представят свою уникальную коллекцию, но самое главное, одно из условий участия, то что сами владельцы должны будут присутствовать на мероприятии. Идея была такая, чтобы собрать критическую массу владельцев частных музеев для того, чтобы и показать себя, и обсудить какие-то насущные вопросы. Готовится большое количество круглых столов на всевозможные темы, правовые темы, способы хранения, способы выживания, и музеи, которые достигли определенного уровня, соответственно, будут делиться своим опытом. Для этого делается специальная зона для частных музеев, там будет фуршет и, соответственно, общение. Подготовили для гостей и москвичей большую программу развлекательную, будут проходить мастер-классы, как сделать деревянный башмачок, как выпечь какой-то уникальный пирог по рецепту XVIII века. Интерес будет еще заключаться в том, что в данном случае будет сделано не арт-пространство, а приедут настоящие культурные ценности. То есть приедут вещи, которые представляют интерес для посетителей. Вот, наверное, если коротко по этому проекту, во время проекта, для того, чтобы раскрутить маховик и интерес к этому проекту, стартовало несколько экспедиций. Было две экспедиции в сторону севера, одна экспедиция на юго-запад. Мы снимали фильм, фильм достаточно удачно был снят, будет презентация первой серии из десяти серий. Фильм длиной 26 минут. Стартовало сразу несколько мотоциклетных экспедиций. Здесь находится как раз Юлия Рузняева, это достаточно известный блогер и женщина в мотоциклетном мире, которая приезжает в год до 30 тысяч километров. В этом году она построила маршрут именно по частным музеям. В блоге она как раз отражала уникальные музеи. Мы использовали ее блог как для пополнения нашей коллекции. Если интернет не доходит, то, соответственно, до этих музеев добирается одна из наших экспедиций. В процессе реализации этого проекта мы думали, как же нам в эту стезю затянуть молодежь, интересные арт какие-то, проекты. И, соответственно, у нас здесь присутствует Олег Карамшов, это вот фотограф, и его коллега, дизайнер Дмитрий. Ребята сделали очень уникальную вещь. Вот как передать образ владельца частного музея через фотографию? Вот они как раз сделали просто чудо. Те фотографии, которые будут представлены на выставке, они как раз представляют тоже собой достаточно интересную ценность. Ну, ребята пошли дальше. Они сделали еще великолепный альбом. Я попросил, собственно говоря, удивить публику. Но вот удивили так удивили. Вес этого альбома 90 килограмм. Кузнец его выковывает. Ну и, соответственно, внутри альбома будут приведены цитаты этих владельцев. Почему именно этот музей, почему именно это направление. То есть, такое, знаете, сакральное слово владельца музея. С его вот необычной фотографией. Когда вы посмотрите на фотографию, вы поймете, о чем я говорю. В этом году у нас вышел журнал «Частный музей России». Здесь присутствуют многие участники этого журнала. Это и музей упаковки. Это и музей телефонов Москва. Это и музей из Дальнего Востока, из Калининграда. То есть, вы можете взять журнал, посмотреть. Собственно говоря, там как раз заметки от первого лица. Сами владельцы писали об этом. Подготовили специальный каталог в электронном виде, впечатанном для того, чтобы понимать объем. То есть, один разворот – это описание музея, это наличие культурных ценностей, которые здесь перечисляются, систематизация и контактной информации о писании самого музея. Вот эти две книги – это удивительный проект, мы его тоже готовили три года. Здесь выглядит как красная книга, но, может быть, действительно стоит занести частный музей в красную книгу. 450 музеев. Каталог переведен также на китайский язык. Для чего мы это сделали? То есть, у нас есть договоренность с посольством Китайской Народной Республики для того, чтобы активизировать туристический бизнес по региону. И вот этот каталог тоже будет представлен на выставке свыше 4000 экземпляров. Но не на выставке частных музеев, а на выставке в Сокольниках, посвященной великой китайской каллиграфии и живописи, где мы ожидаем как раз большое количество представителей туриндустрии именно из Китая, чтобы представить именно каталог по частным музеям. Ну вот, наверное, всё. Я думаю, что больше говорить нет смысла. Дам возможность сказать Владиславу Александровичу Кононова. Это департамент музеев Министерства культуры Российской Федерации. Если будут потом вопросы после выступления всех спикеров, я с радостью отвечу. Спасибо большое. Владислав Александрович, Вам слово. Я напомню, что официальным партнером проекта «Частные музеи России» является Министерство Российской Федерации. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад приветствовать и благодарен за приглашение организаторов сегодняшнего брифинга и мероприятия в Сокольниках, которые пройдут в ближайшие выходные. Мы действительно являемся официальным партнером предстоящих событий. Нам не всё равно, что происходит с музейной отраслью в целом в стране, вне зависимости от уровня музея, вне зависимости от его собственника или уровня подчинения. Федеральный ли это музей, региональный, муниципальный или частный. Я напомню, что у нас в стране сейчас около 3000 музеев федерального, регионального и муниципального уровней, и всего лишь 66 федеральных музеев. Кстати, буквально сегодня, несколько часов назад, 66-й музей, это Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость», открылся во Владивостоке в ходе Восточного экономического форума. Сейчас он работает для участников форума с 12 сентября для всех желающих. Это первый федеральный музей не просто на Дальнем Востоке, а за Уралом, в принципе. Ну, так сложилось исторически, что федеральный музей сконцентрировано в основном в европейской части России. Впервые федеральный музей у нас появился, и этому есть понятное объяснение, поскольку там совершенно уникальный фортификационный комплекс, который окружает Владивосток по всему периметру, и, собственно, Владивосток-то рождался как город-крепость. Это такое небольшое лирическое отступление. Но никто никогда, вернее, не то чтобы никто никогда, многие, наверное, пытались подсчитать количество частных музеев и ассоциация частных музеев, которую Алексей представляет. Но точное количество частных музеев нам неизвестно до сих пор. Почему? Очень простой ответ на этот вопрос, потому что мы упираемся в терминологию. Что считать музеем? Есть достаточно четкое юридическое определение музея, что это некоммерческое учреждение, созданное собственником в целях сохранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций, включенных в музейный фонд Российской Федерации. Не просто коллекция, а именно включенных в музейный фонд. Есть тоже такая юридическая категория, я думаю, все присутствующие знают. Есть государственная часть, есть негосударственная часть. И мы видим, что далеко не все частные музеи сегодня готовы включать в негосударственную часть музейного фонда свои коллекции, потому что это включение, оно, конечно, повышает статус музея, но накладывает ряд серьезных обязательств на собственников в части хранения, в части обеспечения сохранности, в части учета и в том числе в части перемещения. Это проблема, это вопрос, который требует своего решения, безусловно, с тем, чтобы частные музеи находились либо находились в том правовом поле, которое у нас существует, либо подсказали нам, в каком направлении его нужно изменить, чтобы частные музеи и юридически тоже начали считаться музеями. Тогда мы, наконец, узнаем, сколько их у нас в стране. И здесь мы очень, конечно, благодарны Ассоциации частных музеев, достаточно молодой организации, которая образовалась в конце прошлого года и которая ведет такую планомерную работу по консолидации музеев, по их учету, по рассказу публичному о наличии тех или иных музеев, интересных коллекций. Поэтому спасибо огромное. Именно поэтому мы и с большим удовольствием приняли предложение участвовать во всех мероприятиях, которые организует эта Ассоциация. Ну и ожидается участие министра Владимира Славовича Мединского в открытии этого мероприятия в Сокольниках. И мы с большим удовольствием посмотрим, познакомимся и будем вместе дальше двигаться для процветания музейной отрасли нашей страны. Спасибо за внимание. У меня всё. Спасибо большое. Я напомню, что этот проект осуществлялся при поддержке также 25 регионов и были собраны уникальные экспозиции. Вы из частных музеев. Хотелось бы дать слово Кутукову Елене Сергеевне. Она представляет Архангельскую область. Расскажите, пожалуйста, Елена Сергеевна, экспозиции, которая будет представлена. И, насколько я знаю, у вас подготовлен какой-то видеоряд, презентация, что-то визуальное. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Мы подготовили небольшой видеоряд, чтобы, ну, показать, во-первых, воспользоваться возможностью показать вам красоты Архангельской области и немного рассказать про музеи частные, которые находятся на территории нашего региона. У нас 8 зарегистрированных частных музеев. Из них на выставке будет представлено 3. И я думаю, что вы с ними сможете ознакомиться. Это музей Каргопольской игрушки глиняной, семьи Шевелёвых, музей игрушки и музей Поморской козули. Ещё у нас более 20 музеев, которые только развиваются. И, конечно же, ещё счётная палата Российской Федерации в 2017 году поднимала вопрос об оценке эффективности государственных расходов на содержание музеев, на деятельность музеев. И, проводя круглый стол там, я присутствовала на этом круглом столе, у нас очень много было вопросов из-за ограничений, с которыми сталкиваются государственные музеи. И, конечно, мы тогда, ещё два года назад, пришли к выводу, что частные музеи имеют больше возможностей для развития территории в том числе. И поэтому мы поддерживаем Алексея Юрьевича, поддерживаем Ассоциацию частных музеев, потому что действительно музеям нужно объединяться, нужно объединять людей, которые сохраняют нашу историю, которые сохраняют культуру Российской Федерации, и в том числе на неурбанизированных территориях. В Архангельской области 80% — это сельские территории. И, конечно же, это территориальное и общественное самоуправление, на базе которых образуются наши музеи. И, конечно же, это народные мастера. И, конечно же, это люди. Музеи проводят свадьбы в храмах старинных XVIII-XV века по традиционным обрядам. Музеи сохраняют нашу историю и в резьбе по дереву, и в плетении бересты, и в той же глиняной игрушке. И, конечно же, это наша традиция, наша русская традиция, которую можно увидеть, когда вы приезжаете на территорию, в частности, нашего региона. Это и пинега, это и мизень, где у нас есть лошади мизенской породы совершенно уникальные. Это и наши обряды старые, обряды рождественских посиделок. Это обряды устное народное творчество. Это и кинозерия, заповедная кинозерия. Это и парк «Русское поморье». Поэтому, конечно же, в рамках работы частных музеев на территории Архангской области проводятся школы реставрации. У нас молодые ребята, третий курс, четвертый курс Академии художеств под эгидой Союза реставраторов участвуют в школах реставрации и имеют возможность прикоснуться к шедеврам XVI-XVIII веков и поучаствовать в их сохранении. Потому что, конечно же, бюджетных средств не хватает на все. И вот этот обмен опытом между опытнейшими реставраторами, которые имеют высшую категорию, и молодежью, он тоже очень важен. Поэтому еще раз поддерживаю. Я думаю, что в субботу мы все увидимся. И спасибо вам большое, Алексей Юрьевич. Надежда, можно буквально секунду по поводу... Здесь находится как раз еще один лидер нашего проекта, кто работал с нами с самого начала. Это Алексей Платов, компания «Веломедик». Ребята сейчас готовят большой велосипедный тур по частным музеям. То есть у нас пойдет движение караванинга, то есть сейчас готовится движение из Германии и Польши. Они заезжают в Сокольники, у них будет остановка в Сокольниках, а потом они пойдут по маршруту частных музеев. А вот как раз Леша отвечает за велотуризм. У него великолепная компания, которая называется «Веломедик». Он тоже является блогером, поэтому здесь присутствует... Привет, Алексей. Извини, что не сказал сразу. Прошу прощения. Алексей Юрьевич, но мы к блогерам нашим вернемся чуть позже. Я так понимаю, что мы будем тоже видео показывать гостям. Но в президиуме также присутствуют и представители московских музеев. Я хотела выдать слово Синицыной Елене Валерьевне. Расскажите, пожалуйста, об участии в проекте. Что интересного представите? Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю Музей военной истории Российского военно-исторического общества, частью которого является Музей московских стрельцов «Стрелецкие палаты». Мы расположены в здании XVII века в стрелецких палатах Семёна Титова, которая находится в центре города, в Лаврушинском переулке, напротив здания инженерного корпуса Третьяковской галереи. Надо сказать, что здание было отреставрировано на средства Министерства культуры. И тогда же появилась у Российского военно-исторического общества идея вернуть в дом моих законных владельцев, стрельцов. И на этом фоне стал создаваться музей. Понятно, что создать музей XVII века в XXI веке достаточно сложно. Поэтому мы стараемся сейчас пополнять свои фонды. Но для того, чтобы музей был интересен, и для того, чтобы посетители, которые приходят к нам, имели возможность познакомиться с подлинными предметами, мы разработали такой проект межмузейный, который называется «Музейное посольство». И к нам приезжают в гости музеи из различных городов России. Например, у нас был музей «Новый Иерусалим». Сейчас мы активно работаем с небольшим музеем государственным «Александровская слобода», который привозит к нам совершенно уникальные предметы и дает возможность нашим посетителям познакомиться с историей культуры XVII века. Почему «Музей московских стрельцов»? Потому что, на наш взгляд, нам показалось, что это часть русского войска. Как это была незаслуженно забыто, потому что практически каждый знает о том, что был подавлен стрелецкий бунт, было утро стрелецкой казни. О том, что сделали стрельцы для истории нашего государства, наверное, знает недостаточное количество людей. И надо сказать, что, несмотря на то, что мы музей при общественной организации, практически мы являемся таким частным музеем, потому что у нас все те же самые проблемы, трудности и все те же самые условия, которые есть у частных музеев. За последние три года мы разработали большое количество интерактивных программ. У нас проходит очень много мастер-классов. И надо сказать, что, когда мы принимаем участие в больших музейных мероприятиях, люди, которые приходят к нам на стенд, практически сейчас уже практически все знают про наш музей. И с удовольствием ходят к нам. Мы принимаем участие как музей во всех общегородских московских мероприятиях. Открываем бесплатно свои двери в те дни, когда также бесплатно работают все городские музеи и государственные федеральные музеи. И с удовольствием всегда даем возможность нашим посетителям проходить также по льготным билетам. Кроме того, мы стараемся, чтобы в нашем музее постоянно была какая-то новизна. И для этого приглашаем к нам, опять же, с небольшими выставками различной организации. Например, сейчас в нашем музее стоит выставка костюмов из сериала «Гудунов», которые мы поставили совместно с концерном «Москино». На самом деле костюмы выполнены практически как музейные предметы, потому что сделаны и шились очень долго, сделаны из совершенно фантастических тканей. И костюмер, который все это делал, она полтора года провела в историческом музее для того, чтобы создать такой достоверный костюм. Ну и кроме всего прочего, мы активно занимаемся еще и научной деятельностью. Обязательно раз в год проводим конференцию, посвященную жизни и деятельности стрельцов, на которую приглашаем людей, изучающих этот предмет со всей России, и даже издаем научные издания для того, чтобы люди, которые бывали у нас на конференции, получили потом сборник статей, в которых они указаны. Я очень благодарна Алексею Юрьевичу за то, что мы стали участниками этой замечательной выставки, за то, что мы имеем возможность выйти со своим стендом. И на самом деле очень рада тому, что по настоянию Алексея Юрьевича мы привозим подлинные предметы. Действительно, это очень важно – показать то, чем богат музей. На этом все. Спасибо за внимание. Буду рада встретиться со всеми на выставке. Спасибо, Елена Валерьевна. Рядом со мной находится Дмитрий Юрьевич Октябрьский, директор музея «Моторы Октября». Расскажите, пожалуйста, какие экспонаты будут представлены в этом проекте, как отбирались они, по какому принципу. Добрый день. У меня все гораздо проще. Мы предоставляем мировой автопром. Безусловно, на выставку мы не можем привезти все. Мы привезем несколько интересных автомобилей. Мы стараемся удерживать себя в русле только автомобильного музея. Очень много приходит, конечно, предложений по всем техническим экспонатам. Но наша мысль такая, что будущее нас, как частного музея, это в позиции, скажем так, мономузея, быть профильным, таким образом удерживаться и не превращаться в такую техническую барахолку, показывать, демонстрировать действительно все экспонаты, которые мы можем. У нас представлены не только автомобили из моей коллекции, но и из коллекции других коллекционеров, других владельцев. Мы такое микрообъединение, если так говорить, любителей техники. Но я хотел бы не только о музее поговорить, потому что самая лучшая реклама, если вы приедете и, в общем-то, посмотрите на наш музей и сами оцените, и что тут говорить. У нас прекрасный музей. Но я хотел сказать непосредственно о мероприятии, которое нас ждет, о этой замечательной выставке. Таким словом, дождались. Наконец-то это свершилось. Много было попыток объединить людей, увлекающихся коллекционированием, сбором информации. Я говорю не только о предметах, я говорю в целом о людях, которые ценят историю, которые являются знатоками истории. Не обязательно, что у них есть какие-то предметы, но сохранение – это крайне важно для будущности всей нашей Родины. Вот так высоко я это скажу. Это правда. И поэтому вот эта выставка, которая будет, на которую мы приезжаем с огромным удовольствием и будем ее, наверное, поддерживать всегда, это та точка отправления всех нас, частных музеев, в русло, когда мы можем не только взаимодействовать, не только обмениваться опытом и делиться проблемами и так далее, мы можем заявлять о себе. Мне очень понравилась мысль о том, что Министерство культуры будет обращать на это внимание, что смотреть законодательную базу этих процессов, мы с удовольствием поделимся этим опытом, я думаю, не только мы, но и все частные музеи это поддержат. Пришло время. Я могу сказать, что на моем опыте за рубежом частные музеи, конечно, преобладают в количестве надгосударственными. И маневренности у частных музеев больше, потому что у них меньше, скажем так, тех законодательных барьеров, которые испытывают государственные музеи. У частного музея все немножко попроще. Да, трудности, конечно, есть, финансирование, конечно, есть. Я трудности перечисляю посетителей, конечно, да, и так далее, и так далее. И вот как раз то, что сделал Алексей Юрьевич, это, конечно, великое дело, потому что я давно мечтал о том, когда же найдется лидер, человек, который нас сможет объединить, и вот этот вектор, который задаст эта выставка, он очень правильный. Это реально историческое грандиозное событие, потому что до этого момента нас, частных музеев, вот так вот взять всех, собрать и продемонстрировать, да еще при такой поддержке, при поддержке регионов, при поддержке министерства. Это, конечно, огромное дело. Большое спасибо. Вот все давайте ходить по музеям. Вот так. Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Сейчас слово Лапшино Андрею Витальевичу, директора парка «Сокольники». Вопрос такой, какие события еще запланированы в дне города, в парке «Сокольники»? И известно, что недавно в парке был открыт музей самого парка «Сокольники». И будет ли он принимать участие в выставке «Частный музей России». Добрый день. Вообще, очень приятно присутствовать на таких событиях, потому что парк «Сокольники» издревле, наверное, считался одним из тех мест, где происходит что-то новое, то, что совершенно неожиданное, то, что ранее нигде не встречалось. Вот все, что у нас рождается, существует вечно. Поверьте мне, я давно в парке «Сокольники», не только в качестве директора. Я знаю, какое огромное количество событий родилось у нас и сейчас развиваются, продолжают расти в других местах и также радуют наших и москвичей, и гостей, и всех остальных. Так вот, по поводу того, что будет в парке. Конечно, мы 7 лет назад, 8 лет я как руковожу парком «Сокольники», и 7 лет назад, вот благодаря Алексею Юрьевичу тоже совместно, смотря на его музей каллиграфии, мы задумались, а почему бы не создать у себя музей? И обратились к тем, кто живет вокруг парка. И не только вокруг парка, вообще, кому это интересно. Вот поверьте, за 7 лет мы сформировали огромную коллекцию, состоящую из частных коллекций, экспонатов касательно истории парка «Сокольники», истории тех событий, которые происходили в парке «Сокольники», это и пригласительные билеты на разные мероприятия, там, начиная с царских времен, чего только нам не принесли. И сейчас этот музей является официальным музеем, мы прошли все регистрационные вопросы, о которых сейчас здесь говорили, сделали полностью, все зарегистрировали, сделали специальные места для хранения всех экспонатов, и этот музей постоянно растет. Вот что очень важно в музейном деле, не сделать его таким вот, знаете, как он, замшелом, куда не хочется идти, он должен жить. И вот эта вот жизнь, она у нас существует. То есть музей живет, создает события, создает выставки, выставки совершенно разноплановые, эти выставки мы показываем у себя на территории. Сейчас, когда у нас на территории родилась ассоциация частных музеев в России, и будет открыт, будет проводиться первая выставка частных музеев, это, конечно, грандиозное событие. И не просто так это событие проходит в день города, потому что, наверное, это самое важное, и это подчеркивает важность этого события. То есть это одно из главных праздниц нашей столицы, и, естественно, в эти дни проходят самые важные мероприятия. Нас посетит, ну, по прошлым праздникам, могу сказать, что посетителей в парке будет не менее 300 тысяч. То есть вы представляете, масштаб тех, такое количество людей, семей, которые придут и с удовольствием ознакомятся с экспонатами, и, возможно, потом приедут в эти далекие места, заинтересуются, как туда добраться. То есть это просто прорыв, колоссальный прорыв. И еще одна очень интересная деталь. Мы так построили маршрут, что, попадя к нам в парк, мы начнете с музея парка, поскольку мы тоже являемся участниками, естественно, этой выставки. Сначала вы попадаете в музей парка, потом вы проходите через фестиваль «Душевная Москва», где вы можете развлечься, потом вы попадаете еще на одно событие, это шляпный парад. Кстати, первый парад в Москве, где более трех тысяч женщин, всех возрастов, и не только, придут в своих шляпах. А это, опять же, это маленький зародыш того, что в ближайшее время мы увидим с вами шляпный музей. Я не отрицаю, поскольку все это формируют вот эти сообщества, ассоциации и так далее. Далее мы проходим через огромный детский фестиваль на фестивальной площади и попадаем по маршруту как раз на выставку частных музеев. Вот такой маршрут, уникальный маршрут, он займет у вас весь день. Поэтому приходите к нам, не пожалейте, берите всех своих детей, поскольку мы парк номер один, как семейный парк, и начинайте от главного входа и заканчивайте на нашем замечательном событии. Спасибо. Я добавлю буквально некоторые цифры. Вот у нас по регистрации на сегодняшний день прошло 450 тысяч человек. Это люди, которые посмотрели соцсети, оценили, поставили лайки. Вот, это по всем соцсетям, конечно, взять вместе. И вход будет бесплатный, то есть специально для москвичей и гостей столицы вход в выставку частных музеев будет бесплатный. Здесь еще тоже присутствует у нас Власова Елена, это музей Советского автопрома. Лен, не успел тебя представить, просто вот в первом ряду, когда будут вопросы, чтобы обратили внимание. Спасибо большое. Спасибо, Алексей Юрьевич. Ну, вопрос о том, какое мероприятие выбрать в Дни города среди множества мероприятий, я думаю, частично отпадает. У нас еще в зале находится Алексей Вячеславович Самкин, это представитель музея народной игрушки за бабушкой. Я знаю, что у вас есть презентация интересная. Будьте добры, пожалуйста, микрофон в первый ряд. Где у нас микрофон? Спасибо за то, что дали мне слово. Ну, я хочу сказать, все-таки много уже звучало благодарности Шаборову Алексею Юрьевичу. С нашей стороны тоже низкий поклон за то, что он все это организовал и сумел поднять. Ну, наш музей, в общем-то, он небольшой целью и задачей этого музея познакомить современного ребенка с русской традиционной игрушкой, вызвать интерес к народной игрушке, как вы видите, и оказать помощь мастерам. Начинали мы в 1998 году. Начинали мы с выставки. Выставка была организована несколькими коллекционерами, которые объединили свои коллекции, когда эта игрушка уже переполняет все квартиры, гаражи, ее негде хранить, хочется с кем-то поделиться всем этим богатством. Мы организовали. Значит, в настоящий момент у нас идут интерактивные программы. Музей полностью интерактивный. Дети, которые к нам приходят, они в обязательном порядке получают одну игрушку, сделанную на промыслах. Заказываем мы эти игрушки в Тульской области, в Пензенской области, в Липецкой области, у потомственных мастеров стараемся заказать. В настоящий момент у нас собран весь спектр русской традиционной игрушки, которая когда-либо бытовала. Это глиняная игрушка, безусловно, это игрушки, сделанные из соломы, это тряпичная кукла, деревянные игрушки, то есть все, что раньше бытовало в деревнях и делалось на промыслах на крестьянских, у нас музей представлено. В настоящий момент у нас собрано где-то больше, наверное, точный учет мы не ведем, к сожалению, просто у нас не хватает сил и времени, но собрано больше 10 тысяч экспонатов в музее. Часть из этих экспонатов находится в свободном обращении, то есть те игрушки, которые делаются и которые мы можем пополнить, дальше заказать у мастеров, мы даем детям в руки, потому что одна из целей все-таки вызвать интерес к этой игрушке. В свое время выигрывали мы несколько конкурсов, существуем на гранты, но гранты это лишь частичное финансирование, в основном мы на самофинансировании находимся сейчас, то есть мы билеты продаем, билеты опять мы обращаем в игрушки, игрушки мы отдаем детям, дети бьют эти игрушки, мы пополняем коллекцию, что-то заказываем и тем самым помогаем мастерам, потому что первоначально, когда мы все это начинали в 98-м году, одной из целей главных было помочь выжить мастерам в не совсем простых условиях, это и Тульская область, и Пензенская, и Орловская область, каким образом выжить. Мы у них заказываем, сейчас где-то в год у нас проходит, я не знаю, в среднем в месяц в сезон мы принимаем от 1000 до 1200 детей, это в месяц прохождения музея, каждый ребенок уходит с одной игрушкой, эти игрушки мы заказываем в мастерах, тем самым мы им помогаем все-таки как-то поддерживаем эти промыслы и помогаем выжить. Ну, здесь представлены экспонаты наши, вы можете посмотреть, ну, часть небольшая, скажем так, все программы, как я уже сказал, интерактивные, они построены на том, чтобы ребенок взаимодействовал с этой игрушкой, чтобы он понимал, что эта игрушка не просто сувенир или вот то, что стоит за полочкой в музее, ну, и тем самым, в общем-то, я думаю, на фотографиях видно заинтересованные лица детей, приходите к нам в музей, он находится недалеко, на Преображенке, недалеко от Парка Сокольников, кстати, да, спасибо. Спасибо, Алексей Вячеславович, также у нас в зале присутствуют не только представители музеев и представители регионов, но и также путешественники, те люди, которые своими глазами видели эти частные музеи в глубинках, знают, как это выглядит, чем они отличаются от государственных больших музеев. Алексей Юрьевич, вы расскажете, наверное, об участии блогеров-путешественников, видео, которые они показывают. здесь находятся и Юлия Рузняева и Константин, я думаю, что они как-то смогли бы буквально впечатление свое рассказать, потому что Юля, как я уже представил, более 30 тысяч километров она проходит в год на мотоцикле, то есть достаточно известный вообще человек в мире мотожизни. Юля, если два слова, может быть, твои впечатления, то, что ты увидел, а потом Константину передадим. И мою презентацию если можно включить, поставить Шабурову презентацию первую. Буквально, что... Всем добрый день. Мое путешествие было по многим областям нашей России. 12 дней, 12 частных музеев. То есть я маршрут проложила по не самым крупным, я сразу скажу, а именно интересным для меня музеям. Именно потому, что я хотела узнать, погрузиться в историю нашей страны, я хотела узнать о народных промыслах, я хотела узнать какие-то секреты, какие-то неизвестные факты. И, в принципе, так и получилось, потому что, проезжая, я встречалась с уникальными людьми, владельцами частных музеев, для которых коллекционирование, для которых вот это вот собрание стало просто неотъемлемой частью жизни. И это люди, которые готовы часами рассказывать о своих коллекциях, о уникальных предметах, о раритетах, это все достаточно интересно, потому что захватывает. И в каждом музее ты просто застреваешь на несколько часов, и не хочется оттуда уходить. И взаимодействие, чем, наверное, отличаются частные музеи от государственных, все-таки у частных музеев присутствуют такие некие другие форматы, когда, например, мастер-класс какой-то, плетение из бересты, печать на станке какой-то открытки, они позволяют погрузиться полностью. Кто-то снимает фильмы свои по инициативе, это, например, музей микроминиатюр «Русские левша», у них снят небольшой фильм о самом удивительном человеке, который создает свои произведения, которые можно увидеть только через микроскоп, это, например, существует легенда о подкованной «Балахеда», это можно все увидеть вживую в Санкт-Петербурге. Есть музеи, когда ты приезжаешь, видишь экспонаты, ты поражаешься, ты просто, например, там резьба по дереву, произведения уникальные, ты погружаешься, ты просто видишь и слышишь запах дерева, ты видишь эмоции на картинах и достаточно такой происходит глубокий эффект погружения. Я в этом путешествии открыла для себя очень много, много таких неизвестных фактов, например, тоже истории, например, там музей ювелирного искусства в Костроме, он рассказал такие факты, которые я просто не подозревала. И, в принципе, можно, наверное, очень долго рассказывать, но приглашаю всех на выставку, там будет презентация, там моя по путешествию, там будет рассказано очень многое, поэтому я не буду задерживать. Но на самом деле еще один момент скажу, что путешествия по России, а мне есть с чем сравнивать, потому что я очень много объехала стран с рубежья, 24 страны я проехала на мотоцикле, и на самом деле в России гораздо больше есть, что посмотреть, это наша история, это наши традиции, это все захватывает, поэтому вот я призываю всех путешествовать, и не только по государственным музеям, а именно по частным, потому что это погружает тебя в историю своей страны. я призываю по всем музеям ходить, по государственным, по частным, по муниципальным, по ведомственным, помните, время 60-е годы, когда-то у нас в Советском Союзе стало появляться очень большое число ведомственных музеев, школах стали появляться, музей на уголке, тоже важнейшее направление воспитательного характера для формирования гражданина страны, поэтому давайте будем ходить во все музеи. Кстати, государственные музеи учатся у частных, и сегодня многообразие форм работы с посетителем, которая есть и в том числе в государственных музеях, оно ничуть не выступает частным, те же самые мастер-классы, лекции, кинообзоры, ночи в музее, наконец, это все. Мы категорически приветствуем все нестандартные формы работы с посетителем, потому что в музей надо ходить, потому что в музей это не должно звучать скучно, потому что это важно для государства в целом. Мы, кстати, и обратную сторону, мы видим эту эффективность. Урганы статистики посчитали в прошлом году 154 миллиона посещений. В это число, кстати, не входят частные музеи, мы их не считаем, потому что я говорил здесь о сложностях с юридической терминологией, со сложностями учета. 154 миллиона посещений это больше, чем население в стране. Понятно, это не 154 миллиона посетителей, а 154 миллиона посещений, потому что у многих музеев есть множество объектов, показов и так далее. Но это число вселяет в нас некий оптимизм. И последнее, уж извините, что я так ворвался стремительно, просто нужно уже скоро уходить, я буду извиняться и прощаться с вами. Почему это важно? Не потому, что государство хочет регламентировать и посчитать все музеи. Такие чиновники сидят, ага, мы вас не посчитали, мы хотим, чтобы вы издавали формы 8 НК. На самом деле, нет, не в этом дело. Дело в том, что многие частные музеи, да, они более гибкие, они более подвижные, но практически все они существуют исключительно на энтузиазме своих собственников, своих основателей. И очень часто происходит, к сожалению, так, что уходит инициатор создания музея, уходит собственник, и музей исчезает, да, потому что вовремя не нашли механизм, там, я не знаю, передачи, коллекции и так далее. А вместе с музеем исчезает частичка истории нашей страны, потому что, действительно, многие коллекционеры собирают совершенно уникальные вещи, совершенно уникальные коллекции, и мы выступаем за то, чтобы это не исчезало, чтобы это продолжало существовать, чтобы это было интегрировано в общую музейную карту страны, и вот здесь как раз есть предмет для диалога, предмет для дискуссии, каким образом это сделать, чтобы все стороны этого процесса не испытывали дискомфорт, и в этом направлении мы будем двигаться. Спасибо за внимание. Спасибо, Владислав Александрович. Спасибо большое, да, я подпишусь под каждым словом, потому что во время создания этого проекта на протяжении трех лет несколько музеев просто исчезло. Это та самая тема больная, когда уходит владелец по какой-то причине, уходит уникальные коллекции. Дети живут в другом городе, коллекция не передается ни в школу, ни в школьный музей, ни в краеведческий, она просто исчезает. В лучшем случае, если она распродается по коллекционерам, в худшем это обычные распродажи и хищения. И такие случаи у нас есть. И тему, Слава Александрович, я как раз надеюсь, что она будет обсуждаться как раз на самом верху, каким образом сохранить этот пласт корневой культуры. Я говорю о корневой культуре, это когда действительно государство не может оперативно реагировать на внешние изменения в культуре, потому что есть на то определенные причины. А если частные музеи реагируют, сохраняют, но почему бы не сохранить это для наших поколений в будущем. Очень хорошо сказали. Огромное спасибо за вашу тему. Мы как раз над ней тоже думаем. Большое спасибо еще раз организаторам и встретимся 7 сентября в 11 часов в Сокольниках. Правильно? Да. Спасибо большое. Вход бесплатный. Спасибо, Владислав Александрович. Илья, от тебя надеюсь, что все мотоциклетные движения России пойдут за тобой по чатным музеям, потому что всегда мужчины едут за женщинами, когда женщины на мотоцикле сам по себе знают, очень так завораживает. Поэтому надеюсь, что вся Россия поедет у нас по интересным местам. Или издадим специальный каталог, именно мото-каталог по частным музеям в России. Спасибо. Спасибо, да. Спасибо большое. Спасибо за время, за ваше. Спасибо. Александр Александрович заранее предупредил, у нас конференция немножко задержалась, потому что тайминг, и, соответственно, мы продолжаем без Вольфа Александровича. Да, мы продолжаем нашу пресс-конференцию, вот затронули тему частных музеев в глубинке, как они выглядят, и Юля рассказала о том, как она путешествовала на мотоцикле, эта хрупкая девушка 24 страны посетила. У нас есть еще один блогер, Константин Петров, который посетил 36 стран на автомобиле, побывал больше, чем в половине пустынь мира, побывал на машине в Гималаях. К вам будет такой вопрос, как частные музеи России могут способствовать интересу, развитию интереса к внутреннему туризму. Спасибо. Спасибо за вопрос. Действительно, вот этот проект, который сейчас мы обсуждаем, и у некоторых, может быть, сложится мнение о том, что это одно из таких интересных мероприятий для Москвы, но я не побоюсь такого этого слова, наверное, этот проект очень важен и для всего мира. Вот приведу простой пример. В прошлом году только китайских туристов в России побывало 1 миллион 415 тысяч человек. Полтора миллиона. Это люди, которые не ехали куда-то отдыхать на наши курорты, это люди, которые приехали за нашей культурой. Они приехали, чтобы видеть именно российскую, советскую, русскую культуру, культуру наших республик. И когда понимаешь, что за... Ну вот, Юля ездила, да, мы ездили, и понимаешь, что когда ты приезжаешь в какую-то небольшую деревню, либо небольшой поселок, либо даже город, то речь идет не только о том, что человек приехал и посетил этот музей. человек прежде всего привозит в этот регион деньги. И он помогает не только музею, заплатив какую-то небольшую сумму, он помогает и в целом региону, потому что это сопутствующая инфраструктура, это гостиничный бизнес, это общественное питание и так далее. И если говорить о том, что ну вот Китай, да, там миллион четыреста пятнадцать тысяч приехало в Россию, около двадцати миллионов россиян предпочитают именно внутренний туризм. Из них порядка где-то там более шести миллионов склоняются именно к экскурсионному туризму, то есть это не те люди, которые тоже едут куда-то там в Сочи, это люди, которые интересуются культурой. Это огромный потенциал для развития регионов. И вот этот проект, который сейчас очень феерично стартует, наверное, я так скажу, благодаря усилиям Алексея Юрьевича и его команды, я думаю, что он даст очень большой именно вот толчок для развития интереса или для усиления интереса к нашей культуре. Действительно, вот все эти люди, которые занимаются сохранением каких-то вот частичек, ну, даже если вот вы посмотрите каталог, вы увидите, что множество экспонатов и седьмого, восьмого вы это увидите, их невозможно увидеть даже в государственных музеях, то есть это какие-то очень такие важные моменты нашей истории, которые должны быть сохранены. И я думаю, что с точки зрения путешествий, опять же, возвращаясь, этот проект и вот этот каталог, он по сути, ну, я вот уже смотрю его, я вижу уже не каталог музеев, я вижу путеводитель в нем, потому что это действительно уникальное собрание маршрутов, которые, я думаю, в дальнейшем будут очень популярны. И вот Алексей Платов здесь тоже мне очень приятно, что и велосипедисты, и мотоциклисты, и караванеры, они все уже здесь, они заинтересовались этим проектом, потому что это действительно очень важно, это развитие нашей страны и развитие интереса к нашей стране. Спасибо. Спасибо, Константин. Коллеги и журналисты, есть возможность задать вопросы, если они у вас еще остались, потому что выступления были исчерпывающие. Поднимайте руку, вам подадут микрофон. Тогда вопрос будет у меня. Алексей Юрьевич, скажите, пожалуйста, как долго собиралась эта экспозиция, как сложно было все-таки подобрать среди множества городов и частных этих музеев подобрать вот эту уникальную экспозицию? Ну, над проектом мы работали более трех лет, начинался он банально, мне захотелось увидеть таких же вот необычных людей, где-то, может быть, совсем необычных, как мы сами, то есть владельцев частных музеев. И путешествую, я тоже мотоциклист, сам езжу на мотоцикле, много путешествовать из пункта в пункт Б было просто скучно, банально. И мы сделали, соответственно, для друзей, для партнеров, я сделал некие маршруты по частным музеям. Но когда начала база расти три года назад, я думаю, дай-ка я все это систематизирую. Систематизировали, из этого получилась такая интересная история. Дай-ка, думаю, сделаю каталог, чтобы удобнее было. Ну, забываешь иногда в телефоне, где был. Сделал, вот начали собирать каталог. А потом, когда начинаешь общаться с владельцами музеев, ты понимаешь, что владелец это самородок, там столько всего, вот, ну, не поверите, то есть я уже не столько смотрю на культурные ценности, сколько еду к людям. А как собрать-то всех людей в одном месте? На чай-то не пригласишь все-таки, да, у всех, все заняты. Думаю, дай-ка сделаю выставку. Ну, вот, собственно говоря, родилась идея выставки, как собрать всех самородков России, просто посмотреть на них и пригласить. Ну, вот мы сделали эту выставку. Она, кстати, абсолютно бесплатна для участников, то есть мы ее сделали за свой счет. Это и павильон, это и стройка, это экспозиция, охрана и все остальное. То есть, вот, как бы, этот аспект еще интересен. Но и в то же время он нам позволяет делать вектор, собственно говоря, в отборе, понимаете? То есть, как бы, ну, немножко может быть субъективно. Но стараемся, чтобы экспозиция была красивая, разнообразная, интересная. Чтобы люди пришли, сказали, вау, а когда будет еще? Вот это, как бы, основная задача. Подбирать было сложно, потому что люди, когда отправляли им контракт на бесплатную часть, они всегда искали там МММ, да, то есть, а что это, какой-то подвох, и вот пока мы, пока не началась эта волна и не включилось сарафанное радио, было очень сложно. Я, собственно говоря, даже интуитивно думал, ну, поставлю хоть что-то, лишь бы, как бы, вот уже начался поток. А вот сейчас у нас в листе ожиданий свыше 50 музеев. У нас действительно просто, ну, некуда встать. 180 зарегистрировалось только владельцев, то есть, это тот, кто приедет и будет представлять музеи. Около 250 владельцев летят сюда, чтобы посмотреть, а что это такое? То есть, они проходят регистрацию, и мой музей, где проходят круглые столы, я физически уже не могу всех людей пригласить. Я извиняюсь дико, поэтому часть поездки, часть круглых столов мы переносим вот к Дмитрию Октябрьскому, в его музей. Хотел как раз показать, указать, а как, собственно говоря, делать успешные бизнес-проекты из музеев. Потому что человек не первый день в музейном бизнесе, великолепная личная коллекция. Вот мне хотелось, чтобы был вот такой, знаете, первый выездной шаг. Второй выездной шаг. Я очень хочу съездить в музей телефонов, потому что то, что я вчера там увидел, и увидел, как человек, владелец музеев, Вячеслав, передает красоту своего бизнеса телекоммуникации через стартап телефона 17-18 века. Вы знаете, то есть я просто открыл глаза, пять минут, и мне стало все понятно. Человек, во-первых, успешный бизнесмен, который работает в высоких технологиях, создал этот великолепный музей. Вот я говорю, что пять минут ему хватило, чтобы я просто открыл рот, сел на стул и больше никуда не двигался. Вот это действительно уникально. И здесь все собрались, люди не совсем обычные. Почему? Я пригласил тоже Елену из Иваново, чтобы показать, что региональные музеи, связанные, например, в данном случае это советский автопром, они по своей красоте, харизме не уступают, скажем так, московским, питерским или каким-то крупным городам. Поэтому хотелось бы показать это разнообразие, а уж тем более еще свести вместе интересных людей, владельцев. Это же, представляете, дискуссия, такой сгусток, но просто даже описать сложно. Спасибо большое. Спасибо. Еще один вопрос есть. Да, пожалуйста, в зале у нас есть вопрос. Скажите, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Это журнал «Тара и упаковка» называется. И имя, и фамилию. Игорь Смиренный. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а что Вы ожидаете по итогам этой выставки? Будет ли у нее продолжение? То есть будет ли она периодическая или это будет такая одноразовая акция? Дальше что? Я еще добавлю. Это уникальный коллекционер, владелец частного музея упаковки, где собрана самая интересная упаковка от царских времен до сегодняшнего времени. А в музее политехническом, если я не ошибаюсь, она у Вас стояла. И сейчас я могу официально заявить, что данный музей будет базироваться в парке Сокольники со следующего года. То есть мы сейчас как раз работаем над вопросом, заканчиваем строительство площади 1500 квадратных метров, и данный музей будет, соответственно, выставляться в парке Сокольники. Рядом, прямо с нами. Если можно, по слову, я относительно музея упаковки еще пользуюсь случаем. Я хочу сказать, что, к сожалению, в Советском Союзе упаковка была, мягко говоря, в загоне. Вы все прекрасно знаете, потому что была планово-распределительная система, когда потребительская упаковка практически не нужна была. и многие продукты питания продавались просто в развес, в свой кулечек и так далее, и так далее. В отличие от того, что происходило до революции, до 1917 года, когда российские предприниматели продавали свою продукцию, прекрасно упакованную не только в России, но и в многие страны Европы, Азии и Америки. И вот цель нашего музея как раз восстановить то, что было когда-то в России, показать то, что было лучшее в Советском Союзе. И только начиная с конца 90-х годов у нас, наконец, была создана специальность в системе высшего образования, посвященная технологиям и дизайну упаковки. А преподавателей не было. Их никогда нигде не готовили. Не было программ, не было ничего. И поэтому музей как раз вот ставит своей целью все это показать и рассказать и представить общественности. Я очень кратко отвечу на вопрос, который был задан. Планы впереди. Вот знаете, ожидаю, как пройдет первая выставка. Вот у меня прям, я волнуюсь, наверное, больше, чем все вместе взятые, потому что от этого зависит, собственно говоря, и дальнейшее развитие. Скорее всего, этот проект может быть по моим таким скромным подсчетам раз в два года. То есть он должен все-таки готовиться основательно с учетом критики специалистов. Я специально пригласил на выставку специалистов с разных министерств, включая Министерство культуры, для того, чтобы дать оценку, для того, чтобы в процессе мне дать критические замечания, как нам дальше двигаться. Ну и понятно, что подборка второго, второго этапа выставки, она будет более тщательной, спланированной по какому-то определенному направлению. Но конференции, связанные с этой тематикой частные музеи, я думаю, можно проводить у нас в центре, в Сокольнике, раз в год. Я думаю, от нас это не убудет. Мы сможем пригласить, сделать фуршетную зону, пообщаться, пригласить нужных спикеров с разных направлений, получить информацию актуальную, хотя бы, да, по терминологии, а что такое музей, можем ли мы считать частный музей с такой-то формой собственности или нет. Вот как-то так кратко. Алексей Юрьевич, еще один вопрос. Уже затронули мы тему интереса иностранцев к нашей культуре. Как эта выставка будет подготовлена для иностранных посетителей? Ну, во-первых, мы оповестили все посольства, которые находятся на территории Москвы. Отклик колоссальный. То есть, я теперь держусь за голову, где мне найти столько переводчиков. Потому что я думал, ну, приедут 8-го числа, то есть я приглашал культурных аташе на 8-е число. Но почему-то все изъявили желание приехать 7-го числа. И вот сейчас у меня международный отдел просто вот держится за голову, потому что языковое разнообразие будет большое. Но вот сейчас ищем. Много очень, очень серьезный такой живой интерес будет представлен. Будут представлены разные культурные центры. То есть и Китай, и Нидерланды, и Италия. Ну, вот вся абсолютно линейка, которая... Вот единственное, Германия, может быть, приедет там 8-го числа вот у них там под вопросом. Потому что многие улетели на восточный форум, на Дальний Восток. А так вот много. Какой вы ожидаете интерес от коллекционеров, от частных коллекционеров? Ну, это хороший вопрос задали. У меня на сегодняшний день у нас появилось несколько музеев, которые, так можно сказать, ну, выходят из тени. Коллекционер созрел для того, чтобы показать коллекцию вовне. Это и музей компасов. Просто, ну, я такой коллекции тоже не встречал. Музей пишущих машинок, это, вы знаете, вот, я не знаю, с чем даже сравнить. Уникальные машинки для слабовидящих людей, машинки, на которых печатается музыка. Арабская вязь машинки, соответственно. Китайскую машинку, вы можете себе представить? 92 тысячи иероглифов, да. И китайская машинка, 7 тысяч иероглифов, 3 тысячи подставляются к другим соединениям, получается 10 или 15 тысяч. Все это будет на выставке. Или Apple 70-х годов. Когда я увидел, я думаю, может быть, это вот компьютер где-то 95-го, может быть, это вот что-то такое. Нет, 70-й год машинка, итальянцы сделали такой шедевр. Ну, и техническое их оснащение, я тоже говорю, что я такого не видел. Мы привыкли, что машинка бьет сверху вниз. То, что я увидел разнообразие инженерной мысли, я просто никак не мог понять, а как? Это же машинка, она должна вот как-то быть классически. Вот человек решил, что пора уже создать музей. То есть ему понравились отклики, друзья, которые посещали его закрытые музеи, он говорит, слушай, пора открывать двери. Вот его первый выход будет как раз на выставке частных музеев. Спасибо. Есть ли еще какие-то вопросы? Пожалуйста, в первый ряд микрофон, будьте добры. Федоров Евгений, город Киржач, музей Медиалатония. Евгений, я попрошу вас, у нас прямая трансляция, если можно. Небольшой вопрос. Ну, конечно, сегодня мы начинаем только череду благодарностей. В адресе Алексея Юрьевича, думаю, что целую неделю я и мои коллеги со всей страны скажут ему очень много слов. Спасибо. Вы знаете, для меня очень важно, сейчас говорят об итогах, чтобы наша большая вот эта вот история с выставкой, она несла еще и какой-то такой очень хороший, замечательный, практически смысл. И здесь я, наверное, вторю коллеге, который сейчас вот вступал, потому что вот лично для нас, для маленьких исторических городов, на сегодняшний день очень актуально, не только там вопросы, связанные там с формулировкой, что такое частные музеи, это все, конечно, замечательно. По стране, я думаю, что подтвердят и блогеры, многие, что у нас очень большое количество объектов культурно-исторического наследия, которые находятся в запрученном, совершенно убитом состоянии. И я задавал этот вопрос нашему министру еще там два года назад в рамках деловой встречи, и на сегодняшний день эта вот история не продвигается. Вопрос простой. Может быть, мы все-таки сформулируем все вместе, будут ли какие-то форматы участия, которые бы предполагали пожелания нашим замечательным представителям Министерства культуры в части, касающиеся вот помощи, помощи небольшим частным музеям. Нам, например, нам нужно, например, расширять музейные фонды. У нас есть большое количество строений, которые, ну, находятся там, в разном там степени тяжести состояния, которые можно передать, давно уже пора передать частным музеям, например, на безвозможной основе и сформулировать какие-то определенные правила игры вокруг них, потому что уж кто-кто, частные музейщики, люди, понимают, что такое культурно-историческое наследие, наверное, с ними не будут обходиться беззаконно. Вот, если понятен вопрос. Спасибо огромное. Ну, я вообще, вот внутренне, моя убежденность, я же владелец музея, как бы своего, музея каллиграфии, и встречаюсь с другими владельцами. Я думаю, что первое, это надо самоорганизоваться и уж точно не уповать и не требовать никакой помощи на данном этапе. Пока нету какой-то единой системы и понимания. Вот эта выставка, она как раз покажет очень многое. Я здесь не могу рассказывать о сложностях и о каких-то моментах интересных. Я расскажу это на круглом столе, когда соберутся все музейщики, открыто, как есть, и будут очень яркие примеры. Нам сперва нужно как-то самим понять многие моменты, а потом уже требовать что-то от других. Это, наверное, самый первый этап. От той же самоорганизации, от той же, я не знаю, понимания зоны ответственности. Я столкнулся с такими интересными моментами, хотел бы поделиться как раз в кругу своих, что называется. Я за то, чтобы для начала сделать какой-то свой шаг. Сделал человек, свой шаг открыл, показал, на что он может. А вот после этого, наверное, можно уже и выдвигать какие-то требования, потому что иначе эта система не будет работать. Но вы же знаете, что если... Ну и пожелания, то есть они должны быть реалистичны. Мы же с вами понимаем, что есть определенная реалистичная зона вопросов, которая вот реальна, а есть вот нереалистичные. Их можно сколько угодно ставить, от этого телега не покатится, пока мы ее с вами сами не повезем. Вот и все. Принцип очень простой. Алексей Ильич, можно я еще добавлю? Наверное, как представитель регионального правительства, я думаю, что такие музеи, как ваш, они должны быть замечены правительством. И, допустим, на территории Архангской области у нас есть музеи, которые поддерживаются правительством. И, допустим, владелец музея имеет право на льготную аренду. У нас есть такие примеры. В каждом конкретном случае правительство идет навстречу. И можно убедить, можно убедить свой регион, что это важно для региона. Важно для региона, важно для России. Вот я думаю, что все в руках владельцев, хозяев частных музеев. И действительно, я тут поддержу коллег, что если вы нужны, если вас заметили, то я думаю, что поддержка будет. И еще буквально вот один момент, я хочу просто вспомнить, что с нами не стало совершенно удивительного человека. Это Михаил Юрьевич Абрамов в Музее русской иконы. Вы знаете, этот человек сделал очень много для Российской Федерации, не имея ни одной правительственной награды. Поэтому я думаю, что его дело, оно будет жить во всех частных музеях. И вот этот импульс, который этот человек дал культурному наследию Российской Федерации, и то, что он после себя оставил, мы это продолжим. И вот Елена Сергеевна как раз является тем примером, когда человек высокого уровня, замгубернатором может адекватно дать оценку. Вот я-то из своей скорлупы смотрю, я понимаю, что кроме меня уже никто мне не поможет. То есть, либо ты делаешь, либо не делаешь. Но если ты будешь замечен, и власти смогут оказать поддержку и содействие, наверное, кто от этого откажется. Вот как-то так звучит. Спасибо большое, да, очень. И хороший пример привели на самом деле, о котором я даже просто не задумывался. Ну там же был, да, и помещение выделено напротив Афонского подворья, и 28 сентября будет 40 дней Михаила Юрьевича. Так что будет по нихина. Спасибо. Коллеги, есть ли еще вопросы у вас? Тогда у меня... Я бы еще хотел вот к Елене Валерьевне тоже обратиться. Очень хороший был пример взаимодействия частного, там, общественного музея с государством. Вы обратили внимание, какие экспозиции, какие музеи выставляются? Вот там вот. У нас был прецедент в нашем музее, когда мы привозили берестяные грамоты 11-12 века из Великого Новгорода. Вот это вот очень интересная тема, когда владелец вкладывается в правильное помещение, ну, если есть на то финансы, это делает соответствующие необходимые требования и взаимодействие с государственным музеем, я думаю, что это тоже будущее. Как раз вот те точки соприкосновения, когда мы можем удивить. Вот в моем музее, например, были берестяные грамоты и посетителей было очень много. То есть современная каллиграфия и тут же грамоты 11 века. Ну, конечно, что это мне стоило в плане, я имею в виду, нервов, бумаг и так далее, но ребята с Великого Новгорода пошли навстречу и министра культуры, и, соответственно, области, и директор музея я просто до сих пор благодарен, у меня и до сих пор записи. Спасибо большое за это. Да, я хочу добавить, что действительно очень сложно в частный музей привезти предметы из государственной коллекции. Но на самом деле нет ничего невозможного. И вот на примере музея Александровская Слобода они включили экспонирование своих предметов в нашем музее в государственное задание. И если в предыдущие годы мы оплачивали страховку, транспортировку и создание экспозиции музея, то уже на будущий год это все включено у них в государственное задание и полностью будет оплачено за счет государственного музея. Частным музеем это прям вот лекция, настоящая лекция. Прошу вас, может быть, подготовить презентацию. Хорошо, с удовольствием. В 17.30 мы отправляемся к Дмитрию, как раз в его музей. Если вы об этом расскажете, я сам в первых рядах буду себе... Хорошо, с удовольствием. Спасибо большое за предложение. Спасибо большое, уважаемые гости. Алексей Юрьевич, у вас было дополнение еще про журнал? Да я думаю, что уже и так время. Журнал, коллеги, здесь. Кому-то, если нужен журнал, частный музей, с радостью подходите, берите на выставке. Соответственно, мы подготовим еще и каталог. Каталог будет на выставке платный, но для журналистов, соответственно, мы выделим бесплатные экземпляры. Спасибо вам большое за интересный рассказ. Напоминаю, что это была пресс-конференция о предстоящей выставке «Частные музеи России», уникальной экспозиции, когда под одной крышей соберутся 100 музеев России. Это будет проходить 7-8 числа. Мы завершаем нашу пресс-конференцию. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.